Дорогие соотечественники! Вас приветствует программа «Позиция» и я ее ведущий Виктор Борщевич. События, история – это не какие-то выдумки, не какие-то россказни, хотя часто именно в это и превращают в историю. История – это все-таки железный поступь событий. И не просто событий, а событий, которые связаны с собственной железной логикой. Когда много месяцев тому назад, а пожалуй и лет, мы предупреждали и говорили, что все эти сказочки про историю успеха – блеф. Что все эти раздачи, печенек на Майдане, плохо – кончатся. Когда мы говорили, что будьте десять раз вдумчивы и осторожны перед тем, как подписать любое соглашение – так нет. Подписали эти триста страниц целый том, так сказать, условий по ассоциации, не думающий, не глядящий. И имеем то, что имеем. И вот история – она, тетка, очень вредная. Она всегда наказывает тех, кто не хочет думать и кто непочтительно относится к ее урокам. У нас сегодня в гостях Валерий Демидевский. Человек, который всегда мне нравился, лично говорю свое мнение, тем, что он всегда всю жизнь извлекал уроки госпожи истории. И поэтому его предсказания столь часто, с ужасающей частотой, оказывались верными. Я приветствую его в гостях в нашей программе. Спасибо, Виктор, за столь лестную характеристику. И вот, давай посмотрим. Вот два события, казалось бы, два события, бог знает, совершенно, мол, разных регионов. Один туманный альбион, глаз колокольни Большого Бена, похожий, что прозвенел о смерти великой идеи Карла Великого о создании единого имперского континента. И второй, если мы помним, вот недавно фильм был о Сулеймане Великом, Сулеймане Магнифике Великолепном. Что можно оценить в том, что султан обратился к русскому, скажем, аналогу своему, с очень интересным текстом. Не кажется ли тебе, что вот эти два события, один на крайнем западе нашего континента, а другой на крайнем юго-востоке, поскольку мы знаем, что часть Турции, как раз та, где находится Стамбул, находится на европейском континенте. Об этом не надо забывать. Видишь ли ты между этими двумя событиями какую-то связь, о которой нам говорит госпожа история? Но самая главная связь это с историей. Не случайно многие наши политики, которые игнорировали советы историков, попадали в глупое положение по той простой причине, за что я люблю историков. Многие события могут сказать, что все в этой истории уже когда-то было. И все это уже с кем-то случалось. И когда они говорят, что находятся в роли такого наблюдателя, который идет мимо человека, который пилит сук, на котором сидит, и говорит, ну ты же можешь упасть. И потом вдруг этот человек упадет, набьет шишек, бежит за ним и говорит, ты Мессия, ты гений. Или наоборот, это ты гад накаркал. Или наоборот, ты гад накаркал. Не случайно историки являются одними из такими мудрых советчиков. Если это честные историки. Да, если это честные историки, конечно. Потому что из истории надо извлекать уроки. В истории, конечно, сзади нельзя ничего изменить. Но надо думать всегда о будущем. Но уроки из нее извлекать всегда надо. Тот, кто не извлекает уроков из истории, он попадает часто в просаг. В ситуации с Европейским Союзом и с итогами Брексита в Британии, вы знаете, часто бывало так, что сравнивали Советский Союз, один Союз с Европейским Союзом. Но здесь есть большая разница по той простой причине, что Советский Союз сформировался в условиях кровавой гражданской войны между двумя мировыми войнами. И, естественно, формировался в других условиях и совсем другими методами, относящими именно к тому историческому периоду, чем Европейский Союз. У Европейского Союза, в отличие от Советского Союза, не было вот таких жестких временных рамок. Советскому Союзу необходимо пробежать между двумя мировыми войнами. Все знали, что Вторая мировая война будет. И нужно было пробежать путь, который многие страны пробегали за 50 лет, а им нужно было пробежать за 10. Оттуда была и коллективизация, эти жесткие меры по индустриализации и так далее. Все готовились к войне. А там же, как бы, о эволюционном пути нужно было или распускаться в этот Союз, или идти жестким неэволюционным путем для того, чтобы каким-то образом к войне подготовиться. Оттуда были и репрессии, и коллективизации, и все остальное. У Европейского Союза был другой шанс развиваться эволюционно, постепенно, не торопясь. И если вы помните, великие гаранты Европейского Союза, такие как Ширак, Шрёдер, когда-то не вляпались в ту авантюру на Ближнем Востоке, в которой их призывал молодой и ретивый господин Буш, который почувствовал, так сказать, превосходство в мире, желание уже как извлечь выгоды из того, что осталось. И диктовать, да. Они тогда, и Ширак, и Шрёдер, высказались против авантюры на Ближнем Востоке, но тогда нашли среди восточноевропейских стран, среди некоторых стран СНГ, в том числе и нашей страны союзников, и авантюра закрутилась. И вот эта авантюра, как Виктор справедливо замечал с неданью в своем комментарии, обернулась бумерангом против Европейского Союза, разворошив Ближний Восток, где из-за денег, где из-за желания поставить под контроль нефть, а где из-за желания показать военное превосходство и многих других вопросов, обернулась для Европейского Союза большими проблемами. Эти проблемы ударили по Европейскому Союзу. Ну и, конечно, подвело желание регламентировать все и вся. То есть опять не развиваться эволюционным путем, а загибать всех через колено. Мне грустно. Я грустил о распаде Советского Союза, хотя говорят, что уже дважды войти в одну и ту же воду нельзя. И воссоздать его все, конечно, понимают, что восстать в Советском Союзе в том его бывшем виде невозможно. Есть такая очень расхожая, хорошая фраза, что те, кто не жалеет о Советском Союзе, у тех нет в сердцах, кто думает, что его можно воссоздать, у них нет ума. Но почему политики Евросоюза не извлекли уроков истории для меня, это удивительно. Все мы понимали, что вот это быстрое расширение, быстрое наполнение военной константой, мы сами понимаем, что многие страны... Жесткая регламентация. В Восточной Европе были приняты и в ЕС, и в НАТО, только для того, чтобы создать некий санитарный кордон вокруг России. И это было понятно. Оказать давление, попытаться опять что-то перекроить, переделать под свой лад и так далее. И вот эта вот спешка, она привела к проблемам внутри Европейского Союза и создала проблемы в Восточной Европе, создала проблемы у нас. Вот провальная программа Восточного партнерства, которая задумана была именно в этом направлении и развивалась именно вот по этой теме, вот она привела и нас в дурацкое и глупое положение, когда нас заставляет делать глупейший, на мой взгляд, выбор. Вы с кем? Или-или. И когда их спрашивают, а почему не и-и? Чем союзы хуже, чем союзы. Да-да-да. Почему мы не можем конструктивно сотрудничать и с Востоком, и с Западом, и оставаться и там, и там, коль мы такой получились кентавр, где у нас там часть в Азии, часть в Востоке. Ну, на наши, как бы, на здравые голоса никто не обращал внимания, все кричали, давай вперед, быстро, 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 быстро. Ну, это напоминало эпоху, помнишь, позднего такого и застоя Брежневского, и Горбачевских времен, с его, как бы, этими, то перестройка, то ускорение, то борьба с пьянством, это такая компанейщина, знаешь, галя-галя, гони гусей. Вот, что из этого получалось, мы видели, да, и вот, фактически, то, что... Что навелось только хуже. Да-да, то, что мы увидели, то, что и получилось вот этой компанейщиной в Европейском Союзе. Я думаю, что из того, что случилось с Брекситом в Британии, Европейский Союз должен извлечь уроки и сделать какие-то коррективы, очень серьезные в своей политике. В противном случае это может привести, и историки об этом говорят, неоднозначно, к очень плохим результатам. Прежде всего для нас. Мне вот... Ты замечательно сказал, должны извлечь уроки. И вот у меня такое подозрение, что как-то... то ли у них были двойки по истории у брюсельских гномов и у тех реальных сил в лице Германии, прежде всего, и Франции, ну, частично Италии, да, ну, там, Люксембург, прочее, и Бельгия, это так, как бы, гарнир. Что как-то, видимо, слабовато у них с историей. Почему? Посмотри, какая первая реакция. Не попытка удержать Британию, а типа, а, очень хорошо, уходят, пусть уходят, уходя, уходи. Но зато мы у нас в Европе такой порядчик наведем, мы сейчас такие жесткие условия поставим. Вместо того, чтобы понять, что гордые Бриты, как раз им не нравилась вот эта регламентация всего и вся, и пудинга, и шмудинга, и всего прочего, это же менталитет народов. Значит, реакция такая, ах так, так мы еще гаечки подзакрутим, мы еще компанию, вот как у нас с этим, значит, помнишь, антиалкогольная, там еще какие-то компании. То есть, такое впечатление, что эти ребята идут, это вот последние реакции, причем, что интересно, собрались точно, как когда-то в Беловежской почве. Собрались вот эти лидеры, они не прогласили почему-то представители Эстонии, Болгарии, Румынии собрать. Итальян, итальянца пригласили. Да, но вздохнули деваться некогда, все-таки же Талия. Хотя бы трое, чтобы на троих разрушать. Третья Конституента, так сказать, никуда не денешься. Но тебе не кажется, что вот эта попытка воспользоваться моментом, ну, бриты уходят, ну и пусть уходят, но мы тут такой порядочек наведем, и причем не очень советую с остальными, все звери равны, но некоторые звери равнее. Скажи, пожалуйста, вот опять же по уроке, как ты видишь, потому что пророческая сила человека зависит от того, насколько он глубоко понимает процессы, глупости в том числе. Глупости имеют свою логику. Виктор, ты знаешь, мне все-таки показалось, что вот это отчаянное такое продолжение, ну давайте, начинайте выходить, да, больше похоже на наше старое, сакраментальное, вернись, а все прощу. Горешем, ну Маша, уходи, а сам думает, да вдруг вернет. А, да, да, вот чтобы Маша осознала, что надо уходить, понимаешь же, и считать. Я думаю, что вот итоги референдума были сюрпризами для самих британцев. Об этом свидетельствует о ставках Кэмерона. Они были убеждены, что этого не произойдет. Да и наши комментаторы, посмотри наши все студии, наши телевизионные, все говорили, да, это ерунда, да, быть не может, да, все будет прекрасно и так далее. И вдруг случилось. Вдруг случилось, я говорю, что это, я не отношу себя к тем, кто радуется, что ничего хорошего, а ничего хорошего от дестабилизации в Европейском Союзе, для нас, которые находятся на границе и уже связаны с северами, ничего хорошего не будет. И радоваться этому абсолютно не надо. Но извлекать уроки Европейскому Союзу, конечно, надо. И нам, нашим руководителям тоже надо извлекать уроки, прежде всего, потому что мы с тобой тысячу раз говорили здесь, в этой студии, и много лет подряд, о том, что нужно наводить порядок в собственной стороне. И нужно тогда, мы будем не просто таким расхожим материалом, для, так сказать, взаимоотношения, неким таким памперсом для взаимоотношений, для разборок с Россией или с другими геополитическими игроками, а мы будем желанными партнерами. Тогда, когда с нами мы будем приезжать с предложениями, а не с просьбой, вот, может, вы на подкиньте денег, а мы за это на кого-то гавкнем. Вот такая политика далеко не поведет. Такая политика, кстати, на соседнюю Румынию. Он на Эрдоган попробовал гавкнуть. А это вот наглядный пример, понимаешь? Все думали, все думали, что и НАТО втянется, и американцы заявят, и такое прочее. А вот последовала другая совсем реакция из Берлина сначала, да. А потом Штаты сказали, что ты совсем не демократ, и так далее, и так далее. И Эрдогану некуда было деваться, да, как бы направить телеграмму. Потом они эту телеграмму начали опровергать. А сегодня уже премьер Турции говорит, а сколько мы там должны в семье погибшего летчика заплатить? То есть они, в принципе, стараются уже выполнить те условия, которые поставил им Путин. Извинения, компенсация и признание своей вины. Все. В принципе, эти условия даже намного выполнены, но с каким ущербом, понимаете? И это еще один показатель, что Запад цинично относится к тем, кто старательно выполняет их указания, понимаете? Прибалты и Польша тоже думали. Да, да, да. А украинские украинские тоже думали. То есть, как бы никто... Если вы не в состоянии завоевать симпатии собственного народа, навести порядок в своей стране, как это сделал Лукашенко, который вдруг возлюбили на Западе, понимаете? Кто его клеймили, как последнего диктатора, когда увидели, что у него в стране порядок, есть рабочие места, он контролирует ситуацию, да, вот давайте будем с ним сотрудничать. А с этими, которые, знаете, вот мы их там заставляли гавкать против кого-то, они проворовались, ну и на свалочку их, да, как мы видим сейчас, да? У нас тоже вот сейчас сидит на скамье подсудимый, бывший премьер, который очень гавкал. Которого, нет, он не особо гавкал, но его называли и историей успеха, и целовались, и Меркель приезжала, и Борозу, и все остальные. Ну, вот видите, Борозу уже приезжали. Подожди, насчет гавкать. Вот помнишь, кто с 50 тысячами, непонятно откуда взявшихся баксов, поехал на Майдан? Там с печеньками приехали, а он святей Папы Римского. Вот это ж как ни желание гавкнуть. Знаешь, Виктор, я, как сказать, я считаю, что в принципе... Еще раз, смотри, вот мое мнение об этом человеке такое, он не ни кум, ни сват, ни брат. Принцип понятный, украл, сиди. Но вопрос заключается в другом. Почему от этого человека ушли и Ногочевский, и Танасы, и Тьма-Тьма других? Может быть, вот это Бог палкой не бьет, вот эта привычка к киданию, и киданию не только собственного народа, но и друзей, это рано или поздно вот бумеранг треснул. Как человека... Я не знаю. Нет, нет, Виктор, я не знал, я знаком с Филатом с тех пор, когда он еще не был, так сказать, политиком, мы познакомились совершенно случайно, у нас есть общий... Я говорю о логике событий. Чисто человеческий, как бы, мне, конечно, его жаль, трагедия и так далее, но с другой стороны, если он виноват, и действительно, это правда, что случилось, да, вот, с этими деньгами, и с Шором, и с этими взятками, и потом мы услышали от прокурора Адриана Бетсишора о том, что это еще далеко не полный перечень уголовных дел, которые заведены против бывшего премьера, вот, то, конечно, если он виноват, да, то надо отвечать за то, что произошло. Но логика того, как он пришел к этому. Да, да, назвать... Я тогда, когда-то в 2009 году, как говорят, можно сказать так, что вот мы знакомые, но истина дороже, да, я сказал, что, в принципе, люди, которые пришли к власти через погромы, через фактически государственный переворот, да, вот, в принципе, ну, вы знаете, я редко видел в истории, чтобы эти люди потом, так сказать, хорошо заканчивали. Вот, почему? Потому что, к сожалению, за эти 6 лет, да, вот, мне многие спрашивали, а почему ты критикуешь? Вот ты, наверное, коммунист и вороний, да не коммунист я, и небольшой любитель Воронина, вот, хотя я отмечаю его и положительные, и отрицательные стороны, которые, как бы, были во времена его правления, но тем не менее, то, что делала эта власть, да, на протяжении 6 лет, это не мы с тобой, и не оппозиционные партии, они сами себя закапывали. Конечно. Да, и сегодня продолжают с успехом копать дальше, то есть, они достигли уже дна, но веселого, чтобы сесть на этом дне и отдуматься, и подумать, и оттолкнуться вверх, попытаться что-то сделать, чтобы хотя бы начать всплывать, да, они схватили лопату и роют дальше. То, что сегодня мы сегодня видим, да, и нежелание, так сказать, оторваться от этих сакраментальных источников денег, вот, когда, знаете, человек за пятью копейками дальше ничего не выйдет, да, к сожалению, не видит, что его уже народ не ненавидит, да, вот, ну, мы смотрим на этой кампании, даже в городе, который разворачивается. Я сейчас вот в социальных сетях написал. посмотри, город перепахан, как будто танковые тут дивизии разворачивались. Знаешь, я вот в социальных напишу, на соцсетях поделился своим наблюдением и не ожидал, что он, как бы, там столько, вот такое живое оживление вызовет от обсуждения. Во дворе у себя, на Рыжкановке, я вдруг увидел мужиков, которые приехали на своих автомобилях, купили вот мешки из Пизгравии, начали засыпать ямы в асфальте. Одного из них я знаю, он довольно-таки преуспевающий бизнесмен, я его спросил, ты что уже, взял контракт на ремонт дорог, он говорит, ну, он сказал, что ты хочешь от меня при таком мэре, и сказал матное слово, которое, конечно, в студии не буду воспроизводить, да, наглядный пример второй, в Бельцах убиты два молодых человека, да, и вместо того, чтобы это дело расследовало по горячим следам полиция, это дело вместо полиции расследовали друзья этих, которые провели собственное расследование и нашли убийц, да, а после тумана потом только власть начала арестовывать этих полицейских, проявлять им претензии, почему не вовремя, вот у меня возникла мысль, если бизнесмены сами засыпают ямы во дворах, люди ищут преступников, зачем нам такая власть, значит, она годится только надо, может, как-то можно ободиться, давайте мы обратимся к партнеру, это дешевле будет, к партнерам без развития, платите им зарплаты, пусть он нам рассказывает лекции, как мы, это будет честно, они будут получать зарплаты за лекции о том, как молдавские космические корабли бороздят просторы евроинтеграции, а мы будем ходить на эти лекции как планетарии, слушать фантазии, есть ли жить на Марсе или нету жизни на Марсе, а сами будем остальное все делать, так получается. Как бороться с инопланетянами. Да, вот так и далее, то есть власть должна делать выводы из того, что в народе самое страшное, это когда на власти начинают смеяться, а я сейчас наблюдаю вот эту картину, да, вот помнишь, ты как историк, наверное, помнишь эту старую такую байку, когда император посылал собирать налоги, всякий раз прошел, да, 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 они еще плачут, ну, увеличьте налоги, пока визирь не прошел, сказал, что они там, они говорят, мы увеличили налоги, они смеются, ну все, пора прекращать, тогда власть, на которой смеются, да, власть, которую не уважают, это очень серьезный звонок, если наша власть этого не услышит, да, если у нас уже многие политики боятся показываться на публике, да, из-за того, чтобы с ними не сделали то же самое, что вот сделали с товарищем Гимпу этих, как бы, мероприятий, волнений возле парламента, это плохо, понимаете, власти нечего сказать людям, да, они банкроты, к сожалению, вот, и нужны перемены, если те, кто сегодня контролирует власть, не поймут этого, то есть, их очередь следующая, и Запад, между прочим, их защищать не будет, это бесполезно, ездить за каким-то там, как мы привыкли, да, ездить там Стамбул, Москву или Вашингтон, за Фирманом, за Фирманом, да, этот Фирман не поможет, там только почувствует, что товарищ качается, его сбросят, и следующий, мне хотелось бы, чтобы здесь появился лидер у нас, да, который бы взял бы на себя ответственность за ситуацию в стране, и начал делать что-то, чтобы я видел, что это действительно шаг за шагом, человек пытается, навести порядок какой-то, да, элементарный, вот, когда я это увижу, я скажу, что, да, вот, когда-то в свое время, вы знаете, когда у Воронина было 70% процентов в мандате, мандат в парламенте, да, я тогда, я тогда очень, ну, как бы, хотя бы мне было уже под 40 лет, и уже был, как бы, такой, побитый политиками, и так далее, и человек, который знал, как механизм в нашей политике работает, но, тем не менее, я поверил, что вот если у человека есть 70 мандатов в парламенте, у него, если он берет ответственность, у него есть возможность, шанс что-то изменить в стране, то есть поставить страну на рельсы, да, вот какие-то, что у него получилось, что у него не получилось, рассудит историки, да. первые 4 года, надо сказать, изменения были просто налицо, и просто ошеломительные, понимаешь, и с бандитами справлялись, и бюджет стал наполняться, и индексироваться пенсией, очень много еще хорошего. Ну, насчет первого периода, я с собой соглашусь, но самое интересное, что с 2009 года, да, когда власть новая прошла, я этого не увидел. Вот какие-то изменения. Они сразу начали, это сказать, чехвостить за крома Родины, понимаете, и это было настолько очевидно, что уже через год, через два люди, которые готовы были на меня броситься там с дубинкой, с камнем, за критику от и власти, начали говорить, вы помните интервью наших, так сказать, тех людей, которые тогда занимались пиаром власти, да, даже знаменитые интервью Наташи Морарь, где она сказала, что вы через несколько лет не узнаете Кишнева, мы действительно его не узнаем, да, грех узнать, да, вот, и вот вы не узнаете, вот, правящие, и сегодня я уже смотрю, вот, надо дать должное Наташе, она берет себе интервью, да, я не помню, уже она какого, а, уверила Чеботару, лидера ЛДП брала, и она говорила, как же так, господин Чеботару, да, что те, кого мы поддержили, кому мы так верили, и кому давали такие авансы, кредиты доверия, таким образом поступили страной и довели ее до такой ужасающей ситуации, да, я как бы, ну, были же люди, которые говорили еще, первые звонки давали 2009, 2010, 2011, 2012, говорили, ребята, это не потому, что мне не нравится, там, допустим, не знаю, там, Филат, Лянк или кто-нибудь, просто мне нравится моя страна, и я хочу, чтобы она развивалась нормально, я хочу жить, не думать о том, как отсюда сбежать, как это думает подавляющее большинство населения, да, и молодежь практически вся, а думать, что тут можно сделать, а думать, как здесь можно жить нормально, да, думать, как здесь будут жить мои дети, мои внуки, да, я здесь родился, здесь могилы моих предков, я не хочу никуда уезжать, мне больно за страну, я хочу обустраивать, это мой дом, и если кто-то думает, что я просто буду наблюдать, как кто-то набивает кармана, страну сваливает, а потом, знаете, вот мне больше всего это убивает, когда говорят, ну не получилось независимость, давайте сегодня, вот передадим нашу судьбу румынам, еще кому-то, Евросоюзу, еще кому-то, и кому-нибудь на шею, да, кому-нибудь на шею, вот многие говорят, а что ты хочешь в Евразийский союз, говорю, да боже упаси, я противник, вступление Молдавии сегодня в Евразийский союз, при надежности наших политиков, зачем русским такое счастье, извините меня, мне русских жалко, у меня там много друзей, родственников, мне, кстати, и румын жалко, потому что объединение с Румынией такое начнется, что румыны на второй день проклянут просто тот день, когда им пришло это в голову, понимаешь, да, да, это будет подарочек, поэтому, надо вспомнить старую, такую большевистскую песню, она не большевистская, она придумана в центре Европейского союза, да, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добиться освобождения своей собственной рукой, пока люди не поймут, что на избирательный участок нужно идти, не в надежде на 50 лей получить пакет риса, а подумать, за кого ты голосуешь, да, вот для меня удивление, почему у нас одни и те же политики с начала 90-х, перетекает из одного парламента в другой, и люди ходят за них голосуют, как говорил товарищ Друцци, голосуют за товарища списку, да, вот и мы получили товарища списку, вот людей, политиков, которых народ, к сожалению, ненавидит, смеется над ними, да, и как из этой ситуации выбраться, я им не завидую, кстати, кто сегодня и власть получил, да, потому что у них сложнейшая ситуация, и у них очень мало времени для того, чтобы что-то сделать, вот, ну что, идет одна избирательная кампания, потом уже, я вижу, готовится и вторая избирательная кампания, и третья, да, можно за счет каких-то политтехнологий, мутиловок, путанял каких-то, накрутить еще что-то, вот, но это ничего не даст, три парки, это, это, это все лишь, вы понимаете, попытка обмануть и других, и самое страшное самого себя, это знаешь, как на развалившуюся стену, наносить краскопультом, чего, она рушится, она гнилая, так вот, из вот этой логики истории, а мы именно эту логику и обсуждаем, значит, вытекает следующее, что, вот, все халявные мечтания, что кто-то за нас что-то решит, что, будь то Россия за нас решит, будь то Румыния за нас решит, будь то Европа за нас решит, Америка за нас решит, вот все эти упования на халяву, на то, что за нас кто-то что-то решит, что-то сделает, вот история показывает, что они рушатся четко, вот, я не знаю, с каким-то железным, как вот часы действуют, истории, как некий механизм, что все эти иллюзии, одна за другом, разрушаются железной необходимостью, и тогда возникает вопрос, а может быть, ребята, пора с иллюзиями, вот с этими сказочками, все историями, веду историю успеха, и что Европа нам поможет, и Америка нас вытащит, и я не знаю, кто там еще о чем мечтает, что с этим пора кончать, и надо честно посмотреть в лицо самим себе, и сказать, что мы за народ, чего мы хотим, чего мы ожидаем, чего мы хотим для наших детей, для нашей страны, потому что, когда я вот, новая иллюзия, ай, мой, это, в центре города, палатки, помнишь эти, фотоц, унирят, значит, где, в какой стране видны такие чудеса, чтобы собирали подписи граждан, а развали об уничтожении собственной страны, хотел бы иметь это в Вашингтоне, или в Москве, допустим, там в Берлине, или в Париже, или, допустим, в том же Бухаресте, я не сомневаюсь, что эти люди долго бы пособирали. Я бы хотел посмотреть в центре Вашингтона, вот сколько бы такая палатка продержалась, или в центре, там, Лондона, или я знаю, где там, Парижа, то есть у меня такое впечатление, что у нас сознание историческое людей, по-моему, заморочено и задурено. Давай вот посмотрим, вот поколение, вот последние 12, 15, 16 лет, вот чему учат детей, вот в какой истории. Помнишь, мы говорили, если мы не знаем истории, не знаем честной истории, невыдуманной, той, какая она кровавая, жестокая, когда-нибудь, но она была такой, как она была, то получается, что молодое поколение вырастает, ну, я не знаю, без корней, без традиций, без ясного понимания, что было, без ясного понимания, что это, эта земля полита потом и кровью их предков, причем предки эти многонациональные, надеюсь, там, сто раз об этом говорили, и вот если у ребенка нет уважения к своим предкам, к своей земле, которая полита их потом и кровью, тогда очевидно, ну, такой народ, это будет народом-халявщиком, которые всегда будут искать чего-то где-то, которые безответственно будут относиться к своему историческому выбору. Вот, вот пришел человек, голосовать, за пачку риса, он сделал исторический выбор в пользу пачки риса. И сколько таких случаев. И вот мне хочется сказать такое, что, Валера, а не слишком ли рано человечество подалось вот на эти басни о каком-то универсализме, о каком-то отрыве человека от своих корней, что это все вот старье, все эти традиции, все это поклонение предкам, там все, а тем не менее, в том же Вашингтоне, когда флаг поднимают, да, на флэштоке, стоят ребята, четко все как один, это гвардия, эти все четко, морпехи и так далее, значит, выходит, что там беспокоятся о своей истории, о своих предках, а у нас тут вроде как эту историю переписывают всякий раз, пересказывают, передергивают, вот, соотношение, вот, история как таковая, это всегда история наших предков, прежде всего, а потом история предков чужих, насколько вот это важно, корни, предки, традиции, или это тогда перекати поле, знаешь, вот, примечательно, вот, если сравнить, да, вот, что в Вашингтоне, когда поднимают, я был на Арнеликтонском кладбище, в Вашингтоне, и видел их отношение к своей истории, к очень многим, так сказать, ну, скажем так, давай честно, если почитать американскую историю, которую преподают американцы, которые они сегодня, так сказать, нам предоставляют, да, вот, обучать, да, то получается, что действительно они выиграли вторую мировую войну, они во многом правы, потому что они оказались в наибольшем выигрыше от нее, потому что поступили в нее последним, наварились и вышли из нее сверхдержавой, но в конце концов забывайте о том, что 78% вермахта. И забывать, что сам Франклин Делано Рузвельт сказал, что основной вклад, основную кровь и пот в победу над Германией, это сказал президент США, Франклин Делано Рузвельт, единственной трижды избранной, да, и он сказал, это заслуга Советского Союза. И заметьте, не русских, а Советского Союза, потому что в армии воевали, в том числе и наши отцы и деды, и ввели в бой, и тот же маршал украинский Машенко, и русский Жуков, и еврей Черняховский, и армянин Баграмян, и все остальные, и вел их генералиссимус Сталин, и грузинский, и осетин грузинский, и поэтому говорить о том, что это была победа многонационального народа, который положил на алтарь, как в этой песне, за ценой не постоял, да, и во многом благодаря тому, что они заплатили эту жертву, но я всегда говорю, когда мне начинают говорить, что вот много людей положили, и так далее, я говорю, ребята, это был их выбор. Они могли поступить, как французы поступили, сдать, да, они могли, как любые другие. А потом издеваться над проститутками, что они были коллаборированы. Вы, мужчины, не защитили своих женщин, а потом стригли их. Но я говорю, что это был их выбор, и мы должны этот выбор уважать, да, и отдать честь, их память, потому что они после этой войны еще сумели в Молдове, в нашей Молдове, за каких-то там исторический период, 25 лет, в 50 раз увеличить экономику, и в 2 раза увеличить население. Во оккупанты! Это мы оккупировали все сами себя. Это после самой страшной войны, когда еще нужно было кучу денег тратить на навязанную гонку вооружений, на ядерное оружие, на ракетный ядерный щит, благодаря которому сегодня не развязана новая мировая война. И вот мы у нас, получается, Виктор, что мы сегодня под чью-то дудку, да, готовы плясать на могилах наших отцов. Чужие танцы. Это для меня неприемлемо. Почему, когда отдают честь на Ралитонском кладбище и поднимается флаг, это нормально называется, это называется патриотизмом, но почему, когда это происходит в Москве, это называется бряться не оружием, какой-то запугиванием и так далее. Ничего, нормально, у любой страны есть такие традиции, это нормально, я считаю. Знаешь, что, вот еще я что хотел сказать, вот уже надоело, оскомину набило эти глупости про оккупантов. Это выходит, что мы, вот Советский Союз, это все мы кровь подпроливали все за эту державу и выиграли, кстати, одну из сложнейших войн, и то, что вклад всех наших предков был просто неоценим, это сам Франклин Делано Рузвельт, президент США признал, а это человек, который ввел эту войну и не по сказкам и рассказам, он сам ее участник, вот эти в Ялте, кстати, знаменитая фотография, о чем говорить, Рузвельт, Сталин и Черчилль, вот эти три народа тогда, считай, спасали мир от коричневой чумы. И вот он признает это. И получается, у меня один дед русский и второй молдаванин погибает на Второй мировой, вот в борьбе именно против фашизма, да, и это мы все победили. Потом мы устанавливаем после этой страшной войны, поднимаем сельское хозяйство, инфраструктуру, энергетику, мы поднимаем медицину, образование в той нише, в бедности, вот прежде пошло образовывать людей. И это мы все делаем. И получается, мы что, оккупанты на собственной земле, потому что союз мыл, селился, как единое целое, а не кого винит, руши, или кого винит, там нет. Но почему-то, Виктор, никто не спрашивает, почему за 25 лет это было все до основания разрушено. И здесь я тоже вижу не вину наших только политиков, которые поддались на славные сказки. И нас, и нас сами. Не имеющих предков, не помнящих. Да, да, да. Наши предки бросились растаскивать заводы, фабрики, по кирпичику, фермы и так далее, и так далее, по котомочке, растащили по кусочкам. А сейчас многие, давай скажем честно, сегодня многие наши аграрии занимаются ерундой по той простой причине, что они просто за счет хороших связей с местным руководством, налоговой, там так далее, уклоняются от налогов, богатеют, все нормально, но не понимая, какой страшный конец их ожидает. По той простой причине, что земли у них рано или поздно эту отберут и скупят. И этот процесс уже идет. Мы знаем, как консолидируются земли, даже вот на те же деньги, которые выведены были из этих банков, мы знаем, что скупались очень большие огромные участки земли. Это последний альцив. Земля последний. Да, да. И когда в парламенте раздались голоса от либеральной партии, что пора уже ставить вопрос о продаже земли иностранцам, я хотел бы отправить их в Румынию, где уже 40% земли проданы иностранцам. Да, там продут иностранные, это сказать, латифундисты, землевладельцы, которые, так сказать, мы у них будем работать. Если это была цель, это сказать, национального возрождения, ну, тогда надо было сразу сказать. Мы, так сказать, от колхозов сразу идем туда и зачем тогда 25 лет людей мучить, да, не развить здесь ничего. Вот, поэтому мы сами растащили это все и здесь, конечно, и наша... И позволили это растащить. А сегодня, вот когда я своим даже родственникам, у которых есть земля, сады там и так далее, рассказываю эту схему, они говорят, да мы за оружие возьмемся. Я говорю, вы много взялись за оружие, когда вас оставили, яблоки сгнили у вас. Прогнулись. Или там сказали, что вот пошли, провидители сказали, ребята, с нами так нельзя, да, мы соль земли, мы платим налоги, мы выращиваем продукцию, мы целый год тяжело работаем. В чем дело? Что вы там затеяли за какие-то интересные игры, да, геополитические? А может вы послушайте, что мы скажем вам, да, и скажете, на основании этим геополитическим игрокам, посмотрите, а у меня люди недовольны, так бы сказал любой ответственный правитель, он сказал, слушайте, а что-то я должен делать то, против чего мне народ захочет поднять на вилы, да, я этого не делать буду. И, наверное, я представитель этого народа. И, наверное, и он меня избирал, потому что, вот, допустим, для меня до сих пор непонятно, почему на выборах наши политики идут к народу, да, просят, а потом начинают отчитываться перед послом иностранного государства. Вот он приходит, мы его сажаем на почетное место, и все в СМИ говорят, он доволен тем положением дел в нашей стране, он доволен, а кто он такой? Он дипломат другой страны, да, пусть он будет доволен своей стране. И вот последнее. Да, меня-то страшно удивляет, да, вот я наблюдал, вот даже в соседней Украине, да, когда приезжал господин Байден, садился во главе стола, и все там открывало. И та же госпожа Нулон, которая раздавала печеньки, и говорила, ребята, вот давайте оттутом Януковича, я говорю, я себе не представляю, как это можно приехать в другую страну, да, я представляю, молдавский посол сегодня, да, в Вашингтоне, вдруг выступил с заявлением, вы знаете, я доволен реформами господина Обама, который, что вы говорите, который, между прочим, ругает сейчас страшно американцы все, и медицинскую правильную реформу, и так далее, и так далее. Об этом пишут на второй день все американские газеты, да, довольны ли они ситуацией в стране, довольны ли они реформами, довольны тем, а может не будете спрашивать иностранных дипломатов, нет, ну понимаете, они наши партнеры по развитию, но если они ваши партнеры по развитию, покажите мне это развитие. Итак, у нас остается считанная минута. Большое спасибо, Валерий, за обсуждение, я думаю, не раз, госпожа история, госпожа Клиева, какая она, девятая МОЗа по счету, или седьмая, я не помню, у Геродота, отца истории, в который раз будет звонить в колокол и добудет ее, вот этот колокол, звон его услышан всеми нами и особенно теми, кто берется управлять нашими судьбами. Спасибо, Валерий. Дорогие соотечественники, вот и подходит к концу наша программа «Позиция» с Валерием Демидевским. Демидевским. Как вы имели возможность послушать, помыслить, подумать вместе с нами, что вот эти события, которые кажутся на первый взгляд не связаны одно с другим, не связаны никак, казалось бы, с нами, оказывается, что госпожа история учит нас, что все в этом мире взаимосвязано. и прежде всего она учит нас тому, что есть такое слово «суверенитет». Слово на первый взгляд какое-то мудреное, какое-то с другой стороны затасканное. Что такое «суверен»? «Суверен» – это хозяин, это правитель. Значит, народ является «сувереном». И никого выше народа в этом мире нету, разве что, кроме Господа Бога, который олицетворяет нашу совесть, совесть народную. Так вот, мы всегда должны помнить, что суверенитет, обладание вот этим статусом суверенного хозяина собственной судьбы и собственной страны, никому одаживать нельзя. Вспоминается, старая казацкая поговорка «Казак шашку коня и бабу никому не одалживает». Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Берегите себя и будьте бдительны. И да пребудет с вами ваше суверенное право быть хозяином собственной судьбы. Обнимаю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok